Дай почитать. Честно, такой еще не было. Очень понравилось. Но сразу скажу о том, что лично меня оттолкнуло. Такой несколько сниженный пацанско-апонебратский подход. Иногда слишком откровенный, что называется, ниже пояса. Но это мое ощущение. А в целом эта книга достойна внимания. Ведь в ней собран огромный объем фактов о жизни в Древнем Египте. Да, может, некоторые из нас и знали об этих фактах до прочтения книги. Но все же автор упорно пишет тщательно, выверенно и легко. Книга Екатерины Разуваевой построена на воображаемом диалоге царевны египетской Хадшепсуд, женщины-фараона и совершенно рядового читателя. Диалог, если не считать уже вышеназванного стиля, изобилующего жарганизмами и отличающегося своеобразной феминистко-сниженно-паховой формой изложения, написан легко, умно, весело, временами забавно. Есть и словарик, который поможет понять современному читателю, что ар-палочка для письма, куш-презренный, мерит-любимая, шу-пустота. А еще есть словарик-символов, например, лотос-верхний Египет, голубой лотос-старская семья, птицы-силы хаоса. В книге также есть прекрасные цветные фотографии из разных музеев, более 50, и еще иллюстрации Алисы Апаевой. Разнообразят повествования и забавные переводы и частушки из интернета. Не ходите, девки, в склеп, там лежит Аминхотеп. У него такой урей, аж вылазит из дверей. Кстати, урей – символ богини-кобры, чье имя переводится как «зеленое». Урей всегда прикреплялся к царскому головному убору. Мы узнаем о пирамидах, об учебе, о древнеегипетских пенсионерах, о сексе, войнах, армии, лечении, бальзамировании, музыке, домашних животных, книге мертвых и о многом другом «16+.». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!